В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. В ночь на 10 января температура воздуха в регионе опустилась до минус 40 градусов. По словам синоптиков, таких крепких морозов в области не было с 1940 года. Школьники отправлены на дистанционный режим обучения. Настоящим испытанием минусовая температура стала для автомобилистов. Завести утро машину удавалось не всем. Обращения жителей о понижении комнатной температуры стали регулярно получать сотрудники коммунальных служб. Дикий мороз, который пришелся по душе некоторым самарцам, в скором времени начнет плавно отступать. Уже к концу этой недели температура воздуха в дневные часы не будет опускаться ниже 10 градусов. Осадков не ожидается, но может усилиться ветер. Если верить прогнозам синоптиков, то уже с четверга горожане смогут почувствовать себя комфортнее. Днем 12 января столбик термометра покажет минус 12, на следующий день минус 11, выходные минус 9. А следующая неделя обещает быть и вовсе теплой – минус 4-5 градусов. Но пока придется немного потерпеть. В ближайшие дни сдавать свои права мороз не планирует. На ближайшие сутки в Самарской области у нас еще сохранится достаточно морозная температура с ночными температурами воздуха по области до 35 градусов, а в городском округе Самара до 30. Но зато завтра дневные температуры воздуха уже будут повыше от сегодняшних. Фон будет находиться в пределах 20-25 градусов. И в дальнейшем мы ожидаем дальнейшее ослабление мороза. В морозной погоде, отмечают специалисты, есть и безусловные плюсы. К примеру, Волга, которая долго не могла замерзнуть, наконец покрылась льдом. Что интересно, навигация в связи с оттепелью закрылась лишь 9 января. Именно в этот день были отменены рейсы судов до Подгалятина, которые перевозили пассажиров на противоположный берег реки. Благодаря крепким морозам в скором времени возобновлят свою работу суда на воздушной подушке. А поклонники зимнего туризма и рыбалки смогут уже в комфортной температуре, не опасаясь за прочность льда, заниматься любимым хобби. Не забывая, конечно же, о правилах безопасности на водоемах в зимний сезон. Александра Гусева, Константин Головин. События.